МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Спорт или политика? Виталий Мутко заявил о том, что допинг не исключительно российская проблема. Зима близко. Россия готова обсуждать реструктуризацию долга напрямую с Украиной. G20 как инструмент противодействия международному терроризму. В качестве доказательств применения запрещенных препаратов российскими легкоатлетами комиссия Всемирного антидопингового агентства использовала съемки скрытых видеокамер и прослушку телефонных разговоров. Все это противоречит законам Российской Федерации. Об этом во время правительственного часа в Госдуме заявил министр спорта России Виталий Мутко. Подробнее Александр Тинянов. Претензии к российским легкоатлетам возникли после того, как немецкий телеканал АРД выпустил ряд фильмов, в которых рассказывалось об использовании спортсменами запрещенных препаратов. Всемирное антидопинговое агентство создало независимую комиссию, которая более полугода разбиралась в ситуации. Результатом расследования в духе шпионских боевиков стал 300-страничный доклад и массовое давление на Международную Федерацию Легкой Атлетики. К сожалению, Международная Федерация Легкой Атлетики, в принципе, под таким публичным давлением приняла решение частичное отстранение нашей Федерации от участия в своей деятельности. Поразила их права сроком пока неопределенным, но мы рассчитываем в 2,5-3 месяца. Я хотел бы сказать, что, конечно, все аргументы были представлены, но хочу, чтобы вы понимали, что это не проблема России. И доклад об этом говорит. Это не проблема России. Это проблема всего мирового спорта. Виталий Мутко особо подчеркнул. Изменения, которые сейчас проходят в Федерации Легкой Атлетики, это инициатива России. Необходимость в них назрела уже давно. Еще в начале года были проведены значительные кадровые изменения. Сменились президент и главный тренер Федерации. И это не последние перестановки. На 18 января назначена внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой, по словам министра спорта, будет зачищено все, что возможно. А Олимпийский комитет возьмет кризисную ситуацию под свой контроль. Между тем, существует вероятность, что сборная России по легкой атлетике не сможет принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Очевидно, что восстановление спортивных результатов России вызывает крайнее раздражение у недругов нашей страны. Именно в этом контексте мы должны воспринимать антидопинговые скандалы по российской сборной, попытки подставить под сомнение законы с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Россию решили демонизировать, огульно обвинив во многих грехах, лишить наших ведущих спортсменов возможности выступать на крупных соревнованиях. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что террористы пытаются играть на исламофобских настроениях в Европе и России. Он осудил теракты в Ливане, Франции и взрыв на борту российского самолета в Египте. Коротко о других событиях в мире. Дмитрий Медведев призвал страны Запада объединиться с Россией для борьбы с группировкой «Исламское государство». Премьер-министр отметил, что в данный момент Запад не считает террористов достаточной угрозой, чтобы начать сотрудничать с русскими. Деятельность «Исламского государства» запрещена в России. Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Россией в борьбе с террористами лишь в случае смены власти в Сирии. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Запад не увязывать борьбу с боевиками с судьбой Башара Асада. Россия впервые не поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии, сообщает агентство ТАСС. В докладе МАГАТЭ ядерные объекты Крыма были отнесены к Украине. Европейский Союз призвал власти Молдавии к смене политической элиты, чтобы преодолеть затяжной кризис в стране. Напомним, что Кишинев уже третий месяц сотрясают антиправительственные протесты, организованные оппозицией. Россия готова обсуждать реструктуризацию долго напрямую с Украиной. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Он не исключил, что возможно встреча с представителями Киева, но пока что переговоры идут только с Международным валютным фондом. В Турецкой Анталии завершилась встреча Большой Двадцатки. В центре внимания после событий в Париже стала совместная борьба с терроризмом. О чем удалось договориться мировым лидерам, рассказывает наш обозреватель Мариней Восканян. G20 – клуб, где формально главными темами встреч всегда были вопросы, связанные с финансами и устойчивостью мировой экономики. В этом году повестка саммита в Турции резко изменилась буквально за день, после парижских терактов. И если в прошлом году Владимира Путина в G20 встречали весьма прохладно и говорили об изоляции России, то на этот раз, как заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, цитата, «Путин из одиночки, который настаивает на своем, превратился в звезду G20». Конец цитаты. Многие и в России, и за рубежом уже поспешили заявить о потеплении отношений между Россией и Западом, особенно после состоявшегося тет-а-тет разговора Путина и Обамы, а также неожиданного российского жеста доброй воли в отношении Украины, согласия не только на реструктуризацию, но и на отсрочку выплаты украинского долга. Но не нужно питать иллюзий. Так президент Европейского совета Дональд Туск, выступая на саммите, заявил, что Россия в Сирии фокусируется не на борьбе с исламским государством, а с сирийской оппозицией, и что, цитата, «военная операция России в Сирии станет причиной новой волны беженцев, и мы уже получили некоторые сигналы, что это уже началось». Конец цитаты. В вопросах мировых финансов «двадцатка» вновь призвала к скорейшей реализации реформы МВФ, где должны получить большую роль развивающиеся страны. В нынешнем коммунике говорится о том, что члены G20, цитата, «глубоко разочарованы продолжительной задержкой с выполнением реформ-квот и структуры управления МВФ, принятых в 2010 году». Конец цитаты. Однако ВОЗ и ныне там. Реформу не ратифицируют США, и никакие всемирные призывы пока этот процесс не ускорили. Обеспечивать устойчивость мировой экономики в итоговом документе саммита предлагается все той же либерализацией. И Россия в том числе подписалась под обязательствами отказаться от всех форм протекционизма в отношении торговли и валютных курсов. Видимо, российские власти считают, что это поможет в соответствии с заявленными благими целями G20 обеспечить экономический рост, снизить неравенство и создать рабочие места. Главным итогом саммита для России можно считать признание ее важной роли в борьбе с террористической угрозой на Ближнем Востоке. Но даже если Россия и нужна для борьбы с радикальными исламистами, которые угрожают теперь и самой Европе, это вынужденное сотрудничество, на которое западные страны идут лишь для решения собственных проблем. Маринэ Восконян, Красная линия. Жители станции Мочище Новосибирской области провели пикет за честные выборы. Сельчане возмущены грубыми махинациями местной власти при проведении выборов главы сельсовета. Алексей Шабалдин расскажет подробнее. У здания администрации станции Мочище собралось более 50 человек. Они вышли на пикет после того, как конкурсная комиссия под разными предлогами отклонила 6 кандидатов на пост главы сельсовета, в том числе главного соперника действующего главы депутата районного совета от КПРФ Фанира Хабибулина. Путем таких предвыборных махинаций, считаю, жители, были устранены все реальные конкуренты у кандидата от «Единой России». Его назначение на руководящий пост – дело решено. Навязывают кандидатов, своих кандидатов, навязывает руководство районное. И, как такового, конкурсной системы, как таковой, но нет. Доходит до того, что уже кандидатов, депутаты, которые входят в комиссии конкурсные, начинают уже и подкупать. Это происходит, коррупция происходит. Практически по всему району такая ситуация, может быть, даже и в области. Накипело уже, вот в станционном сельсовете уже накипело. Жители протестуют не только против имитации выборов главы, но и условий жизни в поселке. Ситуация на станции Мочище катастрофична. Разбитые дороги, отсутствие уличного освещения, перебои с электричеством и водой – лишь малая часть проблем Мочище. Поселок – единственный населенный пункт в районе, куда до сих пор не провели газ. С назначением нового главы сельсовета жители Мочище связывали надежды на решение многих проблем. Мы столкнулись и узнаем сегодня о огромном количестве проблем, которые не решаются годами, так даже, получается, десятилетиями в этом поселке. Хотя до города рукой подать. Вот Новосибирск, мегаполис, большой город. А здесь люди живут рядом, но это совершенно иной мир. К ситуации в Мочищах подключились активисты областного отделения КПРФ. Депутат законодательного собрания области Андрей Жирнов обещал взять под свой контроль ход выборов главы местного сельсовета и помочь решить жителям наболевшие вопросы с газом и водоснабжением. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова